вот смотрите декоративной штукатурке вот все как бы на такой декоративной штукатурке делся это ковка какая-то это вот камень декоративный ну такая задняя плана вот эта коричневая штукатурка назовем ее давайте караед или как там ее ну не знаю какое ее правильное название но вот я покажу как мы ее делаем то есть мы часто применяем то есть это фоновая такая где-то камень где-то скала где-то ковка но все вместе в этот фильм и не бесится он будет длинный вы его смотреть не сможете но это кусочек я вам покажу какую такую заднеплановую штукатурку который на заднем плане мы ее делала на виде как бы двумя в двух уровнях сделан то есть задний план и верхней шершавы и потом вот идет покраска то есть задний план шершавый оковка ведь и темная и гладкая и заклепки то есть есть какие-то принципе но мы здесь нашли вот такой техно стиль и пересыть или всем это такая своего рода провокация вот такого фэнтези техно техно гараж ну вот коля берет показывает как он эту штукатурку делает ее можно и клеевую делать и шпаклевками то есть но это без разницы просто для мастер-класса мы взяли раствор который в руках был и его дело мы клеями клеями не заморачиваемся нас редко-редко мы клеем работаем то есть в этом нету смысла но есть евро ремонтники люди там специалисты высокой квалификации они там строго делают там определенными материалами а у нас один материал цемент и песок и тут имеет марка 500 мы делаем один к двум и ну и добавляем мыло там многие там говорят там пластификатор мыло порт не знаю я 20 лет работаю мне ничего не портят вы думаете не работал пластификатор доработал я в москве работал и мне привозили каких только хочешь 20 видов пластификаторов я делал дело с них такие образцы и мы носили выносили в институт в москве это было 15 лет 18 назад ну никто не мог определить где у меня пластификатор где мыло это все туфта которая ну или я не может не соображаю этому то есть я работаю вот так но и мой опыт такой я вам свой опыт показа то есть я пластификатором не пользуюсь мыло ну почему мы ладно что близко но пошли в хозяйственные докупили а и результат один и тот же запас прочности большой и то есть все зависит от песка сколько мыло добавлять ну может на такие шпаклевки здесь расход небольшой можно брать и шпаклевки у меня нету такого навыка работы со шпаклевками поэтому как-то я работаю по старинке а вы можете пытаться работать любыми материалами какой для вас удобно но это просто вот сейчас работа на больше для мастер-класса для вас хотели побыстричку вам показать как сделать вот такую там гоблинскую штукатурку или там караеты не знаю у нас такую штукатурку делает по пенопласту утеплять там дома но мы где-то у себя вот для работы применяем такую шуму штукатурку вот коре нам сделан там чуть-чуть она потом постоит и он может этим кисточкой немножко дать и стопельки за постирать вот мы сделали три таких вот образца и один образец я вам показываю как вот мы это делаем этот забор ведь это же он сна сетки сделаны то есть на этом заборе мы можем любые декоративные штукатурки применять и мы их применяем это ну то отдельный фильм про за про забора ну так вот так оля показывает что можно их там ну или с шпателем это делать или теркой ну у него просто в руках мастерочек и он вот это делает мастерку вот вот так это получилось от уже покраски мы показываем каким образом коля дошел до такой вот ну как делал такую старую штукатурку у коли себе свой дом так оформлял поэтому не есть свои понятия свои навыки ну а вот до 8 от меня мастер-класс вот я вот как бы вот такой мы я на канарах дело такой китайскую там гоблескую штукатурку виде смотрите я просто так вот взял ну погладил не там западло вот это там что-то лепить а результат один и тот же вот его процарапал все готово понимаете все а что то штукатурка одинаково стоит там 20 долларов там у квадрат шучу все видите потом сейчас что-то что-то еще там придумали вот показал эти мастер-класса сейчас дырочек набью и и это такая страшная гоблинская это китайская штукатурка этом забор где-то там задние планы или просто есть места где мы можем такое вот применить ее такую декоративную штукатурку я ее часто применяю и она везде проходит и покраски на нормально смотрится вот это на канарах надо было делать большие объемы вот это хотите вот мы сейчас такое смотрите натыкаем камень в руки мне дали смотрите немножечко рельеф виде побью ну чтобы помимо щеточки и были такие вот давленые ну они там немножко создадут свой рельеф и рельеф и при покраске это тоже ну даст свой эффект посмотри люди какой он давленый ну отсюда может камера не берет но видно что выдавленные элементы для пальцев дырок наделаю вот тоже такой какие-то тараканы пожрали еще хочешь можешь сделать можешь потом потом прибить вот смотрите как какие интересные наработки и что хочешь берите дом заместо шубы это великолепно делается материала очень мало ну клеем ее не сделаешь клей будет за пальцами тянуть и вообще я такая затратная часть вот кто хочет сделать страшную такую штукатурку не вопрос вот вот так она будет выглядеть сейчас я вам покажу где мы ее делали но уже чистовую начисто это там такой песок страшный на канарах был это вулканический замахайся его его дело буду я чего-то там рассказываю ну вот видите картинка вот это вот это декоративные штукатурки которые вот видео это такая миник гостиница только известь лезет потому что вот этот материал он вулканические вот и камин бар как китайский вот так вот покраски такая старая штукатурка немножко камень немножко того и нормально все работает без вопроса понимаете может упереться вот такую декоративку сделать это внутри помещения там ну надо более кулу больше повозиться с этой штукатуркой и можно более качественно там уже шпаклевки какие-то может гипсовые я уже не помню чем а может просто ну тщательнее надо делать не спешить а вот показывает тоже такая декоративка это толик показывает этому у лены там дом делаем вы часто его видите я просто объединил как бы такой сборочный фильм то что где-то у часто мы делаем такие обзорные фильмы а это я собрал насыщенные вот кто никому надо декоративные штукатурки такой небольшие мастер-классы как это сделать видеть накидал как попало а теперь просто берет его приглаживает видите и опять получается верхогладкие они за там есть не такие впалые и тебе при покраске один свет тяжелый будет он внутри будет а верхней можно высветлять вот как бы вот тоже тоже декоративно что кутурку но это типа таких шуб или там короедов у нас вот эти дома пенопластовые ну примерно в таком аспекте они штукатурится и делается ну просто по пенопласту там тонкий слой они делаются спекали не специальными шпаклевками а здесь мы делаем раствором ну так как здесь тоже слой как бы не очень толстый мы в раствор добавляем этот клей там лишь поклевка велик ли добавляем как пластику больше да ну не знаю чем дает короче добавляем вот рядом стенка вот она вроде бы как бы страшная такая ну потом покрасим когда мы все камень туда сделано принципе и нормально смотрится это дома и дочки вот ну наверное заказчик мне руки подрубал бы а себе я делаю чё хочу вот я показываю гладенькая шершава или это лена пока здания кто кто-то рука чит на роли на показывал вот несколько таких вариантов фасадной штукатурки которые может делать потом 50 по 100 квадратов в день а вы подавали раствор то есть она не требует там квалификации таких просто а вот это показывает коля видите внизу соколечек такой такая драная штукатурка и коля ведь этим валиком выкатывает этот самый декор то сниз коричневые здесь там другие проблемы можно было бы более тональности немножко другие поменял бы не делал бы не с тяжелым бывает объект идет так но этот дом вы видите здесь вопрос мы в технологиям а а со светами можно повозить видите там тяжелый цвет а там светлее цвет то есть ну вот как бы здесь ситуация идет о мастер-классе как вот покрасить а а вопрос из цвета можно поиграть поработать и скоро я покажу еще одну штукатурку но это отдельный фильм я у себя домик делаю и ну сделаем покажу еще одну штукатурку будет скоро мастер-класс ну такой вот как бы такой фильм ну тоже быть вот как надо тоже определенную психику художником быть надо иметь навык ну я вообще краски не приучены я больше там как скульптура да и и там каркасы а коли приходится делать и штукатурку и и покраску ему приходится заканчивать работу а у меня есть нянька то за мной обычно заканчивается мое дело начать